Привет, друзья! Сегодня у нас очередная история из сети, но прежде чем мы начнем, обязательно подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить новое видео, а также оставьте свое мнение в комментариях. Ну а мы начинаем. Сейчас так модно жалеть бедняжек-невесток, живущих под гнетом свекровок-самодурок. Каждый раз, читая очередную соплевую историю, замечаю, что в ней обязательно есть жалобы. Свекровь лезет во все, жить не дает. Заставляет бедного несчастного муженька помогать. А то и вовсе ужас приходит в гости. Не принимает и не любит злы дня свекровь-скромняшку-невестку. У меня есть пара вопросов к женам-сыновей. Почему-то, счастья жить в чужой дом, вы яроуверены в том, что с вас там будут пылинки сдувать и в рот к вам заглядывать. Или вы не в курсе, что в чужой монастырь со своим уставом не ходят. А вы прете. Прогибаете под себя мужа и объявляете войну всем непрогнувшимся. Дом свекрови не ваш отче дом, где вас любили, холили и лелеяли. В своем доме именно ваша свекровь холила и лелеяла своего ребенка. А вы, забив свою голову всякой ерундой, натравливаете этого ребенка на его собственную мать. Не можете жить мирно с мамой мужа. Квартиру бедной девочки не купили. Она старалась, сына моего обхаживала, полы в моей квартире намывала, месяц целый из года прожитого. Неделя до свадьбы оставалась, притащила мне свой ноутбук и давай тыкать в лицо варианты размена моей квартиры. Я хохотала до слез. Еще в зеркало сходила, посмотрелась, на всякий случай глянула, не написано ли у меня на лбу слово «дура». Мать у нее не лучше. В день свадьбы подсела ко мне и раскомандовалась. Значит так, сватья, твою квартиру разменять, детям отдельную купить. Тебе, если денег не хватит на однушку, на даче у нас поживешь. Со свадьбы меня выгнали за громкую нецензурную брань в сторону мамы невесты. О, какое горе. Свекровка отказалась жить на чужой даче. Вот это наглость. Внука ни разу не видела. Пришла она ко мне еще беременная, пузом трясет, регистрацию просит и себе, и ребенку. Я отказала. Она обиделась, заявила, пока регистрации не будет, внука у меня нет. Кому от этого хуже? Мне? Нет. Она родила. Внука видеть нельзя, на подарки бабушка денежек дай. И не поскупись. Не даю. Зачем выходить из образа гадюки-свекровки? А что к свате не пошли? Она же клялась, что ради счастья дочечки из себя последнюю рубаху снимет. Что ж невестка маму свою из квартиры не погонит? Или только у гадюк-свекрови можно недвижимость требовать? Как сейчас дела обстоят, бедолашка-невестка снимает квартиру с грудным ребенком на руках, в то время как ее гадина-свекровь жирует в одиночку в трехкомнатной квартире. Нет ведь, чтобы свою мать к себе забрать и одну из квартир отдать на нужды молодой семье. На все плевать, зато я плохая со всех сторон. В чем моя вина? Что под женщину сына не прогнулась? В этом? Кто попадал в подобную ситуацию, может у вас есть ответ. На этом я с вами прощаюсь, подписывайтесь на наш канал. Жмите на колокольчик и также не забудьте перейти на наш сайт Остроумно. Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.